Доброе утро! Начинаем пресс-конференцию на тему массовое браконьерство в Дворечанском районе. Трупы есть, виновных нет. Второй год по распоряжению главы обл. администрации охота в Дворечанском районе закрыта. По словам сотрудников парка, местных браконьеров законодательные запреты не останавливают, о чем свидетельствуют найденные на территории местного охотничьего хозяйства останки диких животных. Подробнее об этой ситуации расскажут наши спикеры. Это Андрей Кобылев, начальник охраны национального природного парка Дворечанский, Андрей Тупиков, заместитель директора природного парка Дворечанский и Олег Вяткин, член экологической группы Печенеги. Доброе утро! Олег, пожалуйста, вам слово. Доброе утро! Сразу хотелось бы еще раз сказать спасибо Харьковскому кризисному инфоцентру, за то, что вы позволяете вести темы важные, как нам кажется, для общества. Вот, начнем. Ну, изначально хотелось бы сказать о том, что, ну, нас многие упрекают там в фразе браконьерства, что вот, да, действительно, технически это не является браконьерством. Браконьерство – это факт незаконной добычи диких творин. Вот. Мы не зафиксировали непосредственно факт, мы не поймали никого за руку, но мы сейчас попытаемся описать логику того, как это происходило. В Дворечанском районе запрещена охота в течение двух лет. Вот. В Дворечанском районе проводились санитарные отстрелы в количестве десяти лицензий, и при этом все шкуры были утилизированы. Ну, это обязательная процедура. Вот. Ор, ну и другие охотпользователи, естественно, они охотились тоже. Более того, они не имеют права даже охотиться на кабанов. Соответственно, такая находка, ну, по всем, как ни крути, такая находка такого количества шкур диких животных, иначе, как браконьерским способом, добыться быть не может. Вот. Ну, и теперь конкретно вот о сути, как все это происходило. Сообщили об этой находке изначально благодаря работе охраны национального парка. Они получили информацию, что примерно в тех местах находится что-то, ну, следы браконьерских охот. Я думаю, что Андрей Иванович подробнее потом расскажет. Вот. Мы со съемочной группой Green Video на следующее утро выехали туда. Почему? Ну, в Дворичанском районе есть конфликт интересов между охотхозяйством и национальным парком, который длится уже два года. И поэтому, ну, большое внимание приковано к этому району именно. Мы выехали туда, буквально очень быстро нашли шкуры, причем найти было несложно. Вид был такой апокалиптический, огромная стая воронов разлетающаяся. Ну, найти было несложно. Вот. Сразу же написали заявление в милицию, отвезли ее в Дворичную, и, соответственно, вместе с милицией вернулись на место. С полицией. С полицией. Я прошу прощения, еще не привык. Тем более, что они еще пока работают как милиция. Вот. Далее хотелось бы пару слов сказать, что о действиях полиции. Они, ну, постоянно пытались каким-то образом не выполнить свои работы, то есть не выполнить свою работу хорошо. То есть сначала они там пытались отрезать пару ушей и уехать. Их убедили, что все-таки это вещественные доказательства, должна быть проведена экспертиза, как там добыты эти животные. Потом они пытались загрузить все в один фургон, свалить и, как бы, опечатать фургон. Тоже получилось убедить, что через неделю этот фургон у вас завоняется, а распечатать его без понятых будет невозможно. Вот. Ну, в итоге можно сказать, что полиция отработала. Они действительно описали все, что нашли, все было зафиксировано, все было описано, все было увезено в милицию, там, на хранение. И вот уже на данный момент возбуждено уголовное дело по 248 части 1, незаконное полювание. Вот. Но есть один нюанс. Это уже не первое дело о браконьерстве в Дворичанском районе, которое фиксировалось. Причем фиксировались браконьеры непосредственно на месте. Их ловили с добычей, их ловили с оружием. Но, опять же, дворичанская полиция, тогда еще милиция, все эти дела заминала. Мы уже много раз про это говорили, о том, что непонятно, как они работают, непонятно, ну, кто им платит деньги, точнее, понятно, ну, непонятно, почему они их берут. Вот. И надеемся, что еще раз, прозвучав вот с экранов, возможно, наша прокуратура заинтересуется действиями дворичанской полиции. Потому что, на самом деле, мы не уверены в том, что и это дело полиция расследует адекватно. Вот. Теперь о самой проблеме более подробно, о том, что такое кабаны, чем грозят такие охоты, расскажет Андрей Игоревич, заместитель директора национального парка дворичанский. Можно сразу точнее, что это тушек найдет. Я прошу прощения. Не какие-то фактические. Да. Это произошло 7 февраля. А в воскресенье было найдено 23 тушекабана, ну, шкуры и залышков тушекабана, и полторы косули, и три лисы. Полторы косули, потому что копыта двойной набор, а шкура только от одной. Вот. Ну, почему? Потому что сама находка очень впечатляющая. Ну, то есть это как раз снимки... Да, это снимки вот этого дня. То есть изначально видно, как эти шкуры были свалены, ну, и потом уже, когда милиция их разбирала поштучно, там вот видно, вот они выложены в один ряд. Понятно. Спасибо, Андрей, пожалуйста. Итак, мы часто обсуждаем кабанов, но на самом деле мало вообще кто представляет, а чем же они полезны вообще, и какую роль они играют. В общем-то, как и все живые организмы, кабан занимает свою определенную экологическую нишу. Вот. И вообще в природе он имеет на самом деле довольно важное значение. Заключается оно, и связано оно в первую очередь с его роющим образом жизни. Вот. Кабан в поисках пищи взрыхляет землю, тем самым он способствует заделыванию семян и напрямую способствует естественному восстановлению лесов. Кроме того, поскольку кабан это всеядное животное, он фактически является санитаром леса, так как кроме растительной пищи в его рацион входят также, например, мелкие грызуны беспозвоночные, мелкие грызуны, которые, например, ослаблены болезнями. Вот. Он поедает также падаль. Но кроме всего прочего, огромную часть его рациона составляет беспозвоночная, и таким образом кабан является регулятором естественной численности насекомых, которые способны причинять вред лесным массивам. Ну вот в целом о положительных сторонах кабана. Теперь, что хотелось бы отметить отрицательного, ну так сказать, да. Политика ведения вообще охотничьего хозяйства заключается в первую, может быть, не в первую очередь, ну, одну из очередей в поддержке и увеличении численности именно охотничьих мысловских тварин. Так? Вот. И, соответственно, охотхозяйство выполняет ряд мероприятий, которые способствуют искусственному увеличению численности этих животных. Вот. К чему это может привести? Ну, с одной стороны, поддержка человека в данной ситуации нарушает нормальный баланс и способствует выживанию более слабых особей в популяции, что в дальнейшем вообще приводит к частичной, а может быть и полной деградации популяции диких кабанов. С другой стороны, скопления кабанов довольно большие могут в какой-то мере наносить вред сельскохозяйственным угодям. Чаще, конечно, этот вред сильно уж преувеличен, не такой уж он прям огромный, но все-таки они его могут наносить. И, с другой стороны, увеличение численности кабана, здесь его скопление в определенных лесных массивах уже и связывая в связи с тем, что он ведет роющий образ жизни, да, здесь уже вот этот роющий образ жизни начинает приобретать некоторые такие негативные стороны. А именно, он уже не просто взрыхляет землю, а перепахивает лесные массивы, и здесь уже семена не способствуют возделыванию и восстановлению леса. А наоборот, идет уничтожение вообще молодняка, подроста, вот, и сильно, очень сильно нарушается почвенный покров. Вот, теперь ближе к браконьерству перейдем, да, к незаконным охотам и к в целом уничтожению поголовья. Вот представим себе, что определенная территория вмещает в себя, может обеспечить при нормальных условиях жизнь, там, скажем, 50 кабанов, грубо говоря, да. Вот это, это совсем не означает, что на этой территории будет жить 50 кабанов, ни шаг влево, ни шаг вправо. Ну, плюс-минус на этой территории при нормальных условиях без вмешательства человека будет жить вот такое определенное число. Что же происходит, когда охотничьи угодья, охотничьи хозяйства искусственным образом увеличивают численность дикого кабана, происходит увеличение численности общего поголовья. И здесь, в общем-то, кроме того, что, я уже сказал, какой вред дикий кабан поголовья могут наносить окружающей среде, кроме этого у самих популяций возникают проблемы, которые связаны, ну, в первую очередь, это с нехваткой пищи, да, и появляются ослабленные особи в популяции, что в дальнейшем вообще может способствовать вспышкам каких-то заболеваний. Вот, это касаемо увеличения численности. А что же происходит, когда численность резко сокращается? Резко сокращается она либо в момент проведения мероприятий депопуляции, это вот как раз мероприятия, связанные с борьбой африканской чумой свиней, да, либо как раз вот такие вот массовое убийство животных, массовое браконьерство. Что происходит в эти моменты? В эти моменты, в момент резкого снижения численности, мы помним, да, что на определенной территории вот живет определенное количество особей этого дикого кабана. И на самом деле эта ниша, которую занимает кабан, она никогда не будет пустовать. То есть в момент резкого снижения численности появляются, грубо говоря, вакантные места. Вот, и получается, что такое резкое снижение способствует прямому притоку в эту область особей из соседствующих областей, да. Вот, и касаемо вот этого, например, случая, здесь найденные особи были, найдены остатки, да, диких животных были найдены буквально там, ну, может быть, в 8 километрах от границы с Российской Федерацией. И если мы, а сейчас в свете того, что в Харьковской области, да и вообще по Украине очень яро обсуждают проблему африканской чумы свиней, проводят какие-то нарады, хотят что-то там отстреливать, вот. В принципе, мы по Харьковской области ситуацию с африканской чумой знаем, то есть ее нет. Среди диких животных нет зафиксированных случаев заболевания африканской чумой свиней. Но в то же время, вот такое массовое убийство животных в данном конкретном случае может привести к тому, что, например, с соседней территории Российской Федерации, где мы не знаем ситуацию с африканской чумой свиней, могут прийти сюда свиньи уже как раз больные не только африканской чумой, но и другими заболеваниями. Таким образом будут возникать очаги болезней. Андрей, спасибо. Андрей Кобылев, а как вам вообще справляться вот с вашей работой в контексте того, что происходит? Расскажите, да, подробнее о своей работе. Ну, четыре года назад мы стали сусидами территории дочернего предприятия «Бирюк». Охрана национального парка наличия четыре співробитника, три охранца и я начальник охорони. Я тут хочу выступить больше как гражданин України, как житель Дворичанского района, а не как начальник охорони национального природного парка. Что касается випадка с шкирами дикого кабана. Хочу сказать первопричин, которые в наслідок чего сталося, это на территории охотно-месливского господарства «Бирюк». Перше – это организація охорони ними. Насколько мне известно, экологическая инспекция в 2014 году проводила переверку ДП «Бирюк» и делала зауважение, что в ДП «Бирюк» немало егерей. Хотя люди с посвященными егерями на территории ДП «Бирюк» завжди були. И цих людей громадськість затримувала на вишках ДП «Бирюк». Передавали матеріали до міліції тоді ще. Це громадянин Грищенко. Так, відповіді громадськість і не отримала по Грищенку, чи притягнений він до адміністративної відповідальності за порушення правил полювання. Ці посвідчення виписуються директором ДП «Бирюк». Я на власні очі бачив підпис і прізвище «Лобач». Але охорона не здійснюється як такова. Єгеря, так звані, розвозять корма. Це все проходить на наших очах. І займається охороною своїми методами, зовсім незаконними. Є факти нанесення громадянам Дворічанського району тілесних ушкоджень, є порушені кримінальні справи, є погрози, внаслідок чого люди відмовляються від своїх заяв про нанесення їм тілесних ушкоджень. Недавно був факт, мисливець порушив, суда з мисливською рушницею йшов по території мисливського господарства ДП «Бирюк». Я буквально вчора з ним спілкувався. Він заявляє, били по ребрах, били в живіт, били в голову, наділи вірьовку на шию, тягнули по снігу, я попрощався з життю. Потім очнусь вірьовку вже зняли. Привезли чоловіка в поліцію. В поліції направлення на судмедекспертизу. Чоловік чомусь не поїхав. Не буде говорити чому. На судмедекспертизу. Як вони конкретно порушують правила використання цією землею? Конкретно. Згідно закону про мисливське господарство і мисливство, наприклад, нічне полювання заборонено. Ми являємось свідками того, що фари той же Грищенко з ночним прицелом в лісі, навишки розташовані на дереві з порушенням на полюванні. Згідно цього ж закону заборонено полювання з автомототранспорту. Постійно. І тільки з автотранспорту проходить полювання. Які ще порушення? Я не знаю, яка там насищеність мисливців по їхнім правилам. Я не бачив їхніх документів. Мисливців приїжджають в одне місто 20 і 30. Я теж свідок цих і як вони там розташовуються. Інше. Полювання проходить ближче 200 метрів, наприклад, до села Красно, яке лежить рядом з Національним парком і мисливським господарством. Мисливська вежа, які знаходяться, з них три, на території Національного природного парку. І ми чотири роки не можемо приписами заборонити їх знаходження там. Одна з мисливських веж. Находиться в 50 метрах від хат жителів села Красне. Там також насипана кукурудза, приманюють тварин і там же стріляють їх. Ну це все ми бачимо, ми свідки, працівники охорони парку. Дякую. 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 Дякую за этим Дякую. 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 документы уточняли у ДП «Бирюк», есть ли у них разрешение на охоту, это было на их территории, на территории их охотхозяйства, и что вообще тогда ваша охрана делала на территории их хозяйства? Ну вот только что сказали активисты о том, что вас приглашали туда, у вас была информация о том, что там шкурки валяются? Ну не совсем у меня, не совсем у меня информация была. ДП «Бирюк», громадская, сразу в тот же день дала им информацию, что есть такое, одному из учредителей ДП «Бирюк». Он сказал, что это провокация, представьте ситуацию, у вас дома кража, крадежка, вам звонят соседи, у вас крадежка, и вы не приезжаете. На их территории видно порушения, за которые они несут ответственность перед законом, по договору с Харьковлесом несут ответственность, и они не появляются туда. Они появляются через день туда, чтобы снять ролики и сказать, какая погана национальная парка и его охрана. Я не вижу связи. Тут стояло питание, почему выникли эти шкуры, где они взялись. Никто «Бирюк» не обвиняет в том, что это они сделали, вывезли. Хотя думать больше не прошло. Вы идите в район Дворичанский, проведите корреспондентское расследование и спросите у людей, кто там мисливством занимается. Или можно кому-то другому выйти на территорию Допобирюк с верушницей. Там сразу людей бьют, кидают в багажник, вывозят. Я вам не шуткую. Это есть факты. Андрей Иванович, можно я отвечу на вопрос, заданный вам, касательно этих шкур. Андрей Иванович уже сказал, что да, мы никого не обвиняем, но есть законы Украины, и согласно ним все животные являются загально-державным ресурсом. И они принадлежат народу Украины. Недаром это звучит норма как охот-пользователь. То есть отход-пользование. Охот-хозяйство берет на себя обязанность осуществлять охот-пользование, увеличивая поголовье таких тварин. За счет вот этого увеличения они получают, ну, они увеличивают поголовье и получают лицензию на отстрел. На этом построен бизнес. При этом все равно они являются исключительно пользователями и угодий, и тварин. И у них составлен договор. И по закону про мыслевское господарство дополивания, и непосредственно по договору ДПБРУК, который у нас есть. Вот. Они обязаны охранять свои угодья. Вот. Такой факт, почему является нарушением такой факт, это по-любому незаконное добывание таких тварин. Ну, тут никак по-другому не скажешь. Ну, недаром возбуждено уголовное дело именно по незаконному поливанию. Как минимум говорит о недостаточной охране охот-пользователя своей территории. Вот. Это как бы основной момент. Почему, опять же, как там оказался нацпарк, ну, тут на самом деле очень просто. Конфликт у них затяжной, и они постоянно отслеживают территорию, ну, понятно, охотники, причем охотники уоровские на стороне национального парка. Постоянно им поступает информация. Они, почему, опять же, приехали мы, потому что им туда по понятным, опять же, политическим причинам. Потом будет видео от ДПБРУК о том, как Андрей Иванович подложил шкуры. Правда, в этот раз в их видео я подложил шкуры. 26 штук. Вот. И поэтому они вызвали нас. Мы приехали, потому что им просто нельзя там одним появляться. Причем была, опять же, ситуация, когда они появились одни, поймали Бирюков на охоте. Есть, кстати, даже фотографии этого случая. Их просто избили. И милиция это дело проигнорировала. На территории национального парка. Есть фотографии, они висят на сайте. Ну, почему-то для милиции это не доказательство. Давайте далее. Русин Игорь, информационный агент АКИОШИ. Первый вопрос к Андрею Коболеву. Разграничены ли ваш национальный парк, который вы охраняете, и охотхозяйство? То есть это две разных территории? Или одна входит в другую, или каким-то образом они пересекаются? Не совсем понятно. Это первый вопрос. Второй вопрос. Какими техническими средствами оснащена ваша служба охраны? То есть есть ли у вас реальная возможность воспрепятствовать незаконной добыче животных на территории парка? Есть ли есть охотхозяйство? Ну, то есть вопросов на самом деле у меня вот. Ну, два давайте. Понятно. Ну, на первое вопрос. Согласно экологического права, не может быть на территории природозаповедного фонда, национального природного парка, мисливского господарства? Не может. Они межуют. Но мисливское господарство Берюк говорит про то, что это территория их мисливского господарства. И на территории национального природного парка у них расположена витворювана дылянка. Но, согласно того права, витворювальна дылянка когда-то может стать местом, где нужно будет добывать дочину. И тому оно заборонено по экологическому праву. Национальный парк, есть проект, был проект створения. После проекта створения проект организации. Проект организации, слава богу, уже есть и у нас. На момент проекта створения, когда мы работали по проекту створения, мы ставили там информационные знаки, что это национальный природный парк. Виготовляли таблички, красивые, видно было сдалеку, что это национальный природный парк. Парцовники, представники точнее, ДПБРЮк, их просто руками ломали. Их руками ломали, и мы выставили больше 150 знаков. На данный момент 5 остались. На данный момент нет. Я хочу сказать, это место, еще раз важный момент, это место в 5 километрах от национального парка. То есть это не территория национального парка, даже не его граница. Это охотничье хозяйство. Другая вопроса, я не ответил. Вопроска. По забезпечению охороны национального природного парка. На данный момент у охороны национального парка два мопеда и больше никакого другого транспорта. Я хотел уточнить, вы сказали, что охота в Орденске запрещена два года. И вы говорите, что егеря охотничьего хозяйства Бирюк поймали на своей территории мужчину с ружьем. Вот он куда хотел стрелять, этот мужчина. И вообще зачем ему было ружье там, потому что он просто забыл снять. Это вопрос к того мисливца, который... И потом вы говорите, что они еще плохо охраняют. И тут же говорите, что поймали мужчину с ружьем. Ну, спасибо. Ну, то есть человек с мисливской ружьей не совершил пострел. Пострел сделали егеря из его ружницы. И он никого не вбил. А вбито было 25... Мы же конкретно по этому вопросу разбираемся. А, если конкретно к этому вопросу, там еще вопрос. Они... То есть на этой территории обнаружили шкуры. И вы на этом основе делаете вывод, что именно чья эта территория, тень и беда. Я прошу прощения, это не мы так делаем вывод. Это закон. Это закон. Закон. Так говорит закон. Их мисливские угидья, они охраняют на ней порядок по мисливским тваринам. Тогда еще один вопрос. Да. По данным, я видел заключение ветеринара. Там написано, что на шкурах нет следов тут и нет укусов вот этих вот хищников. Нет у них хищников и вороны не клевали. Это неправда. Не правда. Посмотрите на фотографии. Посмотрите на фотографии. Там лежат замороженные шкури. Можно я ответить? Не треба быть экспертом. Выезжавши на место, было видно следы трех разов подъезда автомобилей. Трех. Старейши, новейши и саме новейши. Это раз. То есть следы пуль и следы... Подожди. На фотографиях мы их видим. Про пули, про кули должны сделать висновки не ветеринары, а полиция. И когда я зауважение делал... Есть похожие на пули? Конечно есть. Конечно есть. Конечно есть. Я зауважение делал полицейским, следствием. Вы скажете, что должны каждую шкуру развернуть и оглянуть ее на предмет. Вы не можете делать висновки за полицию. Я не делаю. Я делал зауважение полицейское на них. Я не делаю. Да. У меня экспертизу. Я же говорю, что это должна сделать полиция. Есть еще вопрос к Андрею Тупикову. Да, да. Сейчас экологи говорят о том, что существует миграция диких животных из зоны проведения АТО, будем так говорить, в мирную часть территории Украины. То есть к нам и Дворичанский парк находятся, в общем-то, неподалеку от Луганской области. Не может ли быть вот этот отстрел санитарным отстрелом мигрировавших животных из Луганской области? Как вариант. Санитарным отстрелом это не может быть, потому что санитарный отстрел проводится по определенным нормам, и после санитарного отстрела вы не найдете ни одной нормы, которая бы сказала, что после санитарного отстрела остатки животных можно сваливать просто в лесу. Вот нигде. То есть если это санитарный отстрел, мы говорим сейчас, вот самая острая проблема это африканская чума свиней, они сейчас все говорят. И если бы это проводился отстрел санитарный именно по африканской чуме свиней, то остатков животных бы просто не было. Их утилизируют просто сжигать. Полностью. Или сжигают, или там закапывают на определенную глубину. При этом там соблюдаются такие санитарные требования, что, ну вот, мы были свидетелями, когда приехал ветеринар, который отбирал пробы. Вот все санитарные правила отбора проб были нарушены, просто все. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы еще? Это считается массовой отстрел. Ну я прошу вас, пожалуйста, давайте, давайте. Сейчас я здесь смотрю. Ну я подойду и дам вам микрофон. Ну зачем вы так делаете? Я уже скажу. Зачем? Вы услышали вопрос? Да. По поводу массовой отстрел. Что это массовый случай браконьерства. Вот. Если говорить про отстрелы, то у нас есть охотхозяйства в области, которые официально получают лицензии в год, там, до 30 лицензий. Это, по-моему, охотхозяйство в Изюмском районе. Но это официальная лицензированная охота, и у них там переизбыток кабана большой. Это Гай Лисамир, вот, в Изюмской луке охотхозяйство. У них, да, они получают до 30 лицензий в год. Но мы говорим про массовое браконьерство. То есть таких случаев браконьерства массовых за последние лет 5 не было в области. Зафиксировано официально. Да, уточняющий вопрос. Можно по судам. Насколько я знаю, вроде бы какое-то там движение уже пошло в сторону. В Дворечанский парк все-таки отменили решение, точнее, иск ДП «Бирюк» о том, что вы якобы нарушаете там как-то... Якобы мешаем им вести их деятельность. А можете более подробно об этом решении? Это Верховный суд, я насколько знаю, решил в Киеве. Да, вот этого решения мы добились в Кассации. То есть что вам дает это решение сейчас в вашем конфликте многогодовом? Что нам дает? Сложно сказать, что оно нам дает. Мы продолжаем работать так, как и работали. Занимаемся охраной территории Национального парка. Суть решения, сначала скажи. Суть решения, их заявления были таковы, что Национальный парк, сотрудники Национального парка мешают им проводить их хозяйственную деятельность. А именно, сотрудники Национального парка, к примеру, руйнуют их темчасовые споруды на территории Мысловского господа «Бирюк». Жодного доказу, жодного документа подтверждается, который мог бы подтвердить хоть как-то эти слова. Нет, это все голословно. Что сотрудники парка... Ой, что ж... А, мы робимо обстеження территории ДП «Бирюк». Да мы взагали не колы, не робылы, ци обстеження. Мы совершаем охрану и делаем обследование территории Национального парка, а не территории ДП «Бирюк». Национальный парк – это 3000 гектар. Территория охотничьего хозяйства – это 30 тысяч гектар. Все сотрудники парка работают в рамках территории Национального парка. Вот, то есть все вот эти вот их заявления, что мы якобы мешаем, мы им и проверки проводим, и мешаем подкармливать, и створюем мы там какие-то перепоны в работе егерской службы. Это все были голословные заявления, которые не имеют под собой никакой почвы. Вот. Я прошу вас, ну пожалуйста, поднимаем руку, задаем вопрос. Мы записываем стрим, идет в интернет. Вы понимаете, что там люди смотрят и хотят понимать, кто вообще спрашивает, кто что спрашивает. И хозяйственный суд Харькова, и апелляционный суд, они поддержали это, несмотря на то, что ни одно из заявлений не было ничем подтверждено, обе инстанции это поддерживают. Но в конституционном суде нам удалось добиться справедливости, и вот это вот ихний иск по поводу того, что мы им якобы мешаем, был отклонен. Если завтра упразднят охот хозяйства, их земли перейдут в национальный парк? Ни в коем случае, нет, 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 нет. А если завтра упразднят национальный парк, земли национального парка, перейдут в охот хозяйство? Скорее всего, да, потому что охот хозяйство уже подмяло по себе пол района 35 тысяч гектаров. 35 тысяч и 3, я думаю, и собираются, ну то есть были уже поползновения, по крайней мере, так говорят местные уоровцы, захватить остальную часть района. Я думаю, что это произойдет очень быстро. Вот, но хотелось бы опять же, то есть это не земельный спор, потому что национальному парку не нужно 30 тысяч гектаров. Национальному парку нужна территория, на которой сохраняются ценные природные комплексы. В данной ситуации это меловые склоны или какие-то байрочные леса. То есть национальному парку нет никакой необходимости включать себя поля какие-нибудь. Ну то есть задача совершенно другая государственная установка. А вот по поводу вот этого спорного участка, собственно, из-за которого был конфликт весь этот, что-то решилось по нему? Я не помню название, к сожалению, небольшой участок. Ну, название заливный, лес заливный, да. Андрей, на самом деле по поводу него не может ничего окончательно решиться, пока наше государство не выделит окончательно деньги на землеустроительные работы в национальном парке. Но сейчас разработан проект организации территории, это документ, который дает полное зонирование парка. И по закону он уже является основанием для контроля и полного контроля над своей территорией. Что, в общем-то, должно упростить задачу работы. Но, опять же, хотелось бы сказать, то есть весь, ну, тучок там 600 гектар, он никакого значения, как по мне, для охотхозяйства не имеет. То есть тут вопрос именно в каких-то амбициях, скорее, с стороны охотхозяйства. Вот в продолжение, если это не земельный вопрос и конфликт, то, ну, какие амбиции могут до такого доводить? Вы можете озвучить этот конфликт в двух словах? Почему у вас такое возникло все? Нет, 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 нет. Почему, вот, почему возникло все? Очень просто. Кто был в маленьких, ну, в отдаленных районах, тот понимает, что, как бы, ну, есть определенные люди в районах, которые чувствуют себя, ну, хозяевами жизни, скажем так. Вот в Дуречанском районе ДП «Бирюк» как раз очень долго чувствовали себя, вот, хозяевами жизни. И тут какая-то появляется букашка в виде национального парка, которая ограничивает их свободу, пусть даже на маленьком участке. Вот. На самом деле, как бы, проблемы можно было бы избежать, если бы тот же управление лесного и охотничьего хозяйства просто исключило 600 гектар из 35 тысяч, ну, изменило бы договор, и проблемы вообще бы никакой не было. Но почему-то вот 600 гектаров являются каким-то камнем преткновения. То есть национальный парк, вот, он как бы ведет охрану. Я знаю там случаи, когда национальные парки работают вместе с охотхозяйствами, потому что, ну, по сути, занимаются похожими делами. То есть и национальный парк что-то охраняет, и охотхозяйство охраняет охотфауну. Соответственно, как бы им выгоднее сотрудничать. Но тут такого не происходит вот по такой причине. Ну, по началу пытались, причем даже мы участвовали в процессе попыток договариваться. Но закончилось оно после того, как, по-моему, поймали Грищенко с ружьем. Нет, 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 это закончилось как раз. Это еще раньше. Можно я добавлю на это вопрос? Избедение в начале охраны. Почему спорное вопрос урочище Заливне? Генетично все свиньи там народились. Это самое большое урочище в Дворечанском районе. И когда приходит летний сезон, дикая тварина расходится, потому что им тесно в этом лесу. А на зиму они расходятся обратно. И в этот период лютый, потом березень, в березень они народжают свиньи, свиноматки. И они всю зиму находятся в этом лесу. И зимою охотничьему мисловскому господарству не где бить живность, кроме этого леса. Я хотел спросить, как специалист по животным, можно же определить по шкурам или по животным каким-то образом, в каком регионе они жили? Потому что местные жители нам сообщают, что и в других регионах идет массовая стрельба, выезжают на машины и прочее. Ну, массовая стрельба сейчас много где идет. По цвету шерсти. Ну, на самом деле, это можно было бы сделать, если бы на данный момент были проведены мероприятия по, не знаю, чипированию, например, или созданию какого-то банка, генбанка. Не знаю, вот. Тогда это можно было бы сделать. А вот так вот просто по остаткам животным сказать, откуда они пришли, откуда они привезены, пришли, прибежали, это невозможно, просто невозможно. Скажите, может такое быть, что это было какое-то, где-то их откармливали, а потом просто забили, стали меняться в ресторан, а шкуру выкинули? Ну, вполне возможно. Вполне вероятно оно такое было. Мы, допустим, к этой версии придерживаемся больше всего. Вместе с лиси, с лиси, с лиси, с шкурами. И еще такое вопрос. Вы уже затролли этот конфликт. Может такое быть, что, поскольку у охотхозяйства есть недоброжелатели, они просто привезли туда эти шкуры, разложили, так как на витрине. И позвали вас. Ну, вон, наверное, на витрине не вызывали. В основные недоброжелатели, поверьте, я не привозил эти шкуры туда. И они не были разложены. А кто привозил туда? Косвенное доказательство, это о чем можно сказать. Косвенное доказательство. Там, в том месте, где были свалены шкуры, косвенно. Это все косвенно. Там кукурудза и те ялинки, которые Депобирюк возил весь час перед новоречными святами в место Харьков на прицепах. Это один прицеп, двухосный прицеп. Все все знают. Если есть недоверие до кого-то из сидящих за столом, вы идите в Двореченский район и поспілкуйтесь с простыми гражданами, с женщинами, с детьми, с пионерами. Поспілкуйтесь и вам все расскажут, что там дается. Спасибо. А есть ли вопросы еще, коллеги? Спасибо. А тогда будем заканчивать. До новых встреч, как говорится. Спасибо. Спасибо.